Восемь утра. Время, когда дети идут в школу. А за моей спиной не просто автостоянка. Это еще и очень большая проблема. Эта проблема у нас существует практически с заселением этого микрорайона. Он только растет. Машины ставят на пешеходных переходах. Автомобилисты паркуются на пешеходных дорожках, перекрывают нам выходы для эвакуации. В случае чрезвычайной ситуации, не дай бог, если она возникнет, то сюда не сможет подъехать машина МЧС и машина скорой помощи. Я уж не говорю о том, что мы просто не сможем эвакуировать детей из школы. В школе более 700 обучающихся. Многих привозят на машинах родители, для которых каждое утро своеобразный экзамен по вождению в особых условиях. Здесь вообще в этом плане район очень плохой. Можно сделать круговую развязку, все по кругу будут двигаться. А ездят просто ни знаков, ничего нету, кто как хочет. Но если у автомобилистов есть угроза задеть стоящую машину, то для школьников данная территория поистине полоса препятствий. Тут очень много машин, нам трудно пройти их. Приходится проходить мимо машин, между ними. Можно попасть под машину. Естественно, мы соответствующие органы, как обязательное учреждение, писали письма о том, что ситуация достаточно серьезная. И надеемся, что вопрос наш будет решен положительно. Хотела бы еще обратиться к автовладельцам, которые паркуются здесь. Пожалуйста, ищите себе другие места для парковки. Помните, что в этой школе учатся ваши дети и помните об их безопасности. А пока, взывая к сознательности водителей и ожидая действия местных властей, педагоги школы могут лишь надеяться, что чрезвычайной ситуации в их школе не произойдет. Татьяна Брылова и Адамия Елена Кушлева, Видное ТВ.